Каждая школа Славянского района имеет свою уникальную историю, и многие из них воспитали настоящих героев своей страны. Так, в 4-м лицее Славянска-на-Кубани в рамках месячника военно-патриотической работы прошла вахта памяти, посвященная выпускникам Сергею Малику и Андрею Ливеровскому, погибших в боевых конфликтах. Был хорошим парнем, вот я что скажу. Я тоже могу гордиться своим сыном, кто до конца выполнил свой воинский долг, который, не дай бог, предстоит еще выполнять многим мальчикам, которые находятся здесь. Многие учителя, которых уже нет живых и которые еще остались здесь, знали моего сына как хорошего, порядочного комсомольца в то время. Он играл на гитаре, руководил в школе ансамблем, занимались прыжки, юные десантники, ходили прыгать с парашютом в город Крымск. Все это и многое другое о своем сыне-герое рассказал учащимся 4-го лицея Николай Ливеровский, отец Андрея Ливеровского, погибшего при исполнении воинского долга в чеченском конфликте. Слова, которые отец говорил о своем сыне, мало чем отличаются от тех, которые можно было бы сказать о сегодняшних мальчишках и девчонках. Как и 30 лет назад, в актовом зале 4-й школы сегодняшние учащиеся поют патриотические песни. Возможно, те же песни со своим ансамблем 30 лет назад здесь пел и Андрей Ливеровский, посмертно награжденный орденом мужества. Конечно, о таких инструментах, таком оборудовании, которое есть у сегодняшних ребят, выпускники конца 80-х годов могли только мечтать. Но, как и прежде, искренние рассказы о достойных сынах Отечества, хорошие песни и проникновенные стихи вызывают слезы на глазах у зрителей. Ребята из вокального ансамбля школы о своих предшественниках знают очень много и искренне восхищаются их героическими поступками. Мы также играем ансамблем и поем патриотические песни, вспоминая ту великую войну. Мы чувствуем их присутствие, мы вспоминаем их время концерта. Как отметили педагоги, оба героя 4-й школы были серьезными молодыми людьми и отличались успехами в изучении истории. А где, как ни на уроках истории, зарождается патриотическое воспитание. У обоих погибших героев военные отцы, и желание служить было рождено именно в семье. Если я солдату говорю, быть покладистым, выполняй приказы командиров, начальников, то и на семью распространяется. Притом, часто прибегал в часть, общался среди солдат Серега. Рассказывая о своих погибших детях, дрожит голос у серьезных взрослых мужчин. Сохраняется и передается история их жизни. На здании школы каждый день учащихся встречают и провожают мемориальные плиты, установленные в честь их подвига. Но, как очень точно подметили на мероприятии, школе не надо было этих плит. Школе нужно было учить детей и внуков этих молодых ребят. Мария Горошкова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова